Итак, всем привет, всем доброго времени суток. Microsoft выпустила Windows 11, финальную версию для всех, для всех совместимых ПК, на день раньше, то есть 4 октября по Тихоокеанскому времени. Давайте зайдём с вами вот на эту страничку, это страница загрузки Windows. Нажмём вот сюда, и что мы здесь видим? Ассистент по обновлению, Media Creation Tool и образ. Вот, давайте скачаем каждое из этих приложений. Вот у нас два приложения, сейчас я объясню то зачем и почему. Первое приложение, которое я сейчас открою, давайте посмотрим с вами. Вот это вот, ассистент по обновлению. При запуске он запрашивает проверку работоспособности. Запускаем, приложение проверка работоспособности. Открываем, проверяем, у нас не поддерживается процессор и нету TPM. Это приложение предназначено для полностью совместимых компьютеров. Для полностью совместимых компьютеров. Дальше, это мы закрываем, это нам не надо. Нам интересно другое. Я вам сейчас открою один маленький секретик. Для того, чтобы обновиться на компьютере, в котором нет TPM 2.0, чтобы обновиться и чтобы поставить начисто Windows 11 на такой компьютер, нам понадобится только Media Creation Tool от Windows 11. Давайте запустим. Принимаем условия. У нас уже все выставлено. Нам предлагают создать флешку или ISO файл. Давайте сделаем и то и другое. Давайте сначала сделаем ISO файл. Windows 11 пишем. И сохраним это на рабочий стол. Все, идет скачивание Windows 11. Немножечко подождем. А вы это посмотрите в ускоренном режиме. Ожидаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь мы с вами нажмем готово, откроем этот образ, вот он образ, открываем, вот у нас обычный образ Windows 11. После запуска система требует доверенный платформенный модуль второй версии. Этот компьютер не отвечает требованиям к системе. Мы это закрываем. Мы берем, создаем здесь папку, называем ее, например, Windows, открываем и распаковываем сюда образ, то есть перетаскиваем из образа сюда файл. Образ можно размонтировать. Сейчас мы перейдем в компьютер и нажмем размонтировать, то есть извлечь. Все, дальше образ нам уже не нужен. Открываем папку. Система требует TPM 2.0. Что мы делаем? Заходим в Sources, ищем здесь файл с именем compat-appricer-resources.dll и нажимаем удалить. Все. Нажимаем Setup и проверяем. Сейчас мы сможем обновить систему. Нажимаем принять. Папку эту можно закрыть. Немножко подождем. Мы принимаем теперь все риски на себя. Microsoft снимает с себя всякую ответственность от установки Windows 11 на неподдерживаемый компьютер. Нажимаем принять. Установить Windows 11 и сохранить личные файлы и приложения. Установить нажимаем. После этого надо будет подождать, компьютер перезагрузится сам. И начнется обновление. Это что касается обновлений. Теперь мы поговорим, что касается чистой установки. Нам потребуется флешка. Нам потребуется флешка от 8 гигов и выше. В моем случае это 30. Нажимаем форматировать. NTFS. Быстрое. Форматируем. Открываем Media Creation Tool. И уже выбираем USB устройство флеш памяти. Далее выбираем наш носитель. Жмем далее. Ожидаем теперь пока система скачается и запишется на нашу флешку. Опять же я ускорю этот момент. Для меня пройдет минут 10, а для вас 1 секунда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее выбираем его. Вот и готово наше устройство. Нажимаем готово. Чтобы установочка пошла, нам нужен вот этот файл. Я обещал про него рассказать, когда выйдет релиз Windows 11. Давайте его откроем. Вот эти вот значения заносятся в реестр. Но в реестр программы установки. Первое. Отключается проверка TPM 2.0. Отключается проверка Secure Boot. Если у вас мало оперативной памяти, отключается проверка оперативной памяти. Если у вас несовместимый процессор, отключается и вот это вот. Проверка совместимости процессора. Мы берем этот файл. Я все оставлю в Telegram канале. Сделаю папку. И эту папку уже закину в Telegram. Заходите, подписывайтесь, забирайте. Этот файлик мы с вами закидываем на нашу флешку. Создаем папку. И кидаем в папку этот файл. Теперь мы можем устанавливать чистую Windows 11 на неподдерживаемый компьютер. Почему я вернулся вот к этому методу? Потому что вот при чистой установке Windows 11 я предпочитаю доверять больше старым способам. Я знаю, что есть скрипт наподобие Media Creation Tool, который создает образ Windows 11 уже без проверки TPM. Но я предпочитаю действовать официальным способом. Для создания флешки Windows 11 на неподдерживаемый компьютер вам нужен официальный Media Creation Tool и вот этот файлик. Посмотрим, как это работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При чистой установке, ребята, это самое надежное, что я могу вам предложить. Все, что касается Windows 11 на неподдерживаемом железе, я оставлю в Телеграм-канале. Заходим, подписываемся, ссылка в шапке. Ссылочку на центр загрузок Microsoft я оставлю в описании под этим роликом. Ну что ж, удачных обновлений, удачных установок Windows 11 вышла, версия 21H2 Cobalt. Всем до новых встреч, всем удачи, пока!